Тихо, 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 тихо. Я не депутат, я не адвокат, поэтому моими устами в данном случае глаголит гражданское общество. Я что хочу сказать? Совершенно, первое замечание, совершенно безразлично по судебным ли ошибкам или по судебному произволу, в результате судебных решений сидят эти 69,2%. Люди думают, что они все равно пострадали ни за что. Второе замечание, интересное, да? Злоумышленники, преступники не спрашивают, у них не зарегистрировано оружие прежде всего, они не спрашивают ни у кого разрешение, поэтому все вот эти разговоры надо поставить хотя бы гражданина лицом к лицу с преступником и дать ему права защищаться против преступника. А у нас вроде преступник из вашей картины мира вообще куда-то исчез, его нет. Давайте легализуем оружие, это принесет... Нет, у нас не легализуем, легализуем, дадим право на что нет. Это следующий шаг, сейчас не об этом. А можно я загляну в это? Потому что защищаться у всех разные возможности. Да, один весит 200 килограмм, а другой там 30 килограмм, 70 килограмм. Девочки мне еще меньше весят. Оружие уравнивает всех. Надо легализовать оружие, надо за это... Кольт может уравнивать всех, да. Кольт всех уравнивает, да, есть такая поговорка. Кольт, Кобра, Магнум, вот такая штука и очень действует. Травматическое оружие не хватит. Слушайте, в конце всего этого я хочу сказать, я вот жил некоторое время в Соединенных Штатах, Я помню, я шел по территории, значит, где вот такой... Вышли в городе, где оружие запрещено. Нет, вот огромная афиша на окраине, да, висит такое. Это, проперти написано, охраняется с помощью автоматического оружия. Дальше был кусок остроумия. Ну да, зашел, пристрелили. Кусок остроумия. Четыре ночи в неделю. Догадайтесь, какие. Душа писателя и поэта поет и требует слова. А чего душа? И требует слова. Пожалуйста, Джорджа. А чего душа? Я хочу вас покритиковать в одной строке. Давайте... Не надо депутатам отдавать все время. У нас депутат один и один сенатор на разных позициях. Мы бывшим депутатам. Там есть всякие... Нет, обсуждаем. Давайте не тратить время. Мы не депутаток, счастлив. Я хочу что сказать. Что, конечно, в нашей любимой стране, которую я люблю, которой я патриот и прочее, но она опасается давать людям себя защищать. Это раз. Во-вторых, опасается тем более. Здесь даже не говорят о том, чтобы оружие дать руки. Вот посмотрите, человек с лицом... Вы хотите жить в военизированном обществе? Я хочу жить в... Я не хочу жить в военизированном обществе. Все друг друга. И не думайте, как у вас пистолет есть. Не надо, не надо. Вот в тюрьме тоже все друг друга уважают. Хотя и не военизированное общество. И уважают не потому, что там менты. А просто... Да вот, я не надо. Я сидел... Где уважают? В тюрьме. А я тоже не поверила, да, когда... Я сидел за незаконные вооруженные формирования. Я этим гордюсь, что ли? Горжусь, да. За попытку отторжения от Восточно-Казахстанской области территории с последующим присоединением ее к России. Да, я горжусь. А вы не гордитесь? У нас совершенно другая тема передачи. Тема передачи. Давайте, у нас не будем мерить, но все, где и сколько сидел. Я спросил человека. На самом деле, Ольга, это важный момент, потому что, я помню, Эдуард Вениаминович... Депутатам верить не надо. Надо пригласить одного... А Кенштейн не депутат. Одного депутата. Все равно депутат души. А, души депутат. Я хочу сказать, что достаточно одного представителя государства, чтобы понять, что наше государство думает. Я свое государство уважаю, но я хочу, чтобы оно было еще лучше. Чтобы все были вооружены. Все. Мы вас поняли. Кенштейн привел интересную цифру. 5 миллионов гладкоствольного оружия находятся у людей в руках. Никто ничего не творит. Никакого произвела. Знаете, большинство убийств бытовых совершается с обыкновенным кухонным ножом. Это правда, это правда, это правда. Это есть. Кухонным ножом. Ясно. Запретите ножи. Не давайте никому ничего. Запретите сковородки, скалки, палки. Девятович, все, выслушали вас. Небольшая реманка. Депутата одного. Да вы говорили это уже, Эдуард Венич, хватит. Повторяю, чтобы вы не забыли.